Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем красить цвет кожи. Я тут брала четырех прекрасных девушек с четырьмя оттенками кожи. Смотрите, первый вариант, когда у нас кожа бледная, она даже с легким таким оттенком синевы, то есть настолько тонкая бледная кожа, что из нее аж просвечивает цвет вен. Вторая это немножечко смуглый классический цвет кожи. Третья это загорелая кожа, а четвертый это когда у нас девушка темнокожая. Соответственно, цвета разные. В векторе тоже есть свои прикольные штучки, которые могут упростить то, что вы будете делать. Для каждой девочки я сейчас сделаю свою цветовую гамму. Гамма будет состоять из нескольких цветов, от самого-самого светлого. При этом переснимать я буду прям с девчонки, чтобы этот цвет был полностью ее. Сейчас мы выберем. Вот здесь должен быть такой цвет. Прям легкий-легкий-легкий, светлый-светлый-светлый. Вот. С нее хорошо снялся. Так, это раз. Второй цвет будет чуть-чуть темнее. Опять же, с нее собираю. Вот так вот чуть-чуть потемнее. Третий цвет будет средний. А четвертый цвет будет для теней. И каждой девочке сейчас подберем такую вот цветовую гамму. Здесь, смотрите, видите, такая вот на коленочке она более темненькая. И совсем темный, он будет более холодный оттенок. Вот его отсюда надо будет забрать. Вот они у меня, четыре цвета девчонки. Так, сейчас сделаем у этой то же самое и этим раздадим. Тоже основной цвет, он будет уже потемнее и потеплее. Так, теперь второй цвет. Тоже, видите, он такой более персиковый, более теплый оттенок. Так, теперь цвет легких теней. Вот он у нас коленочки, можно его собрать. И еще один цвет уже теней таких основных. Он будет более теплый, такой коричневый. Сейчас мы его найдем. Прямо вот у девушки смотрю, где у нее есть тень и его выбираю. Можно посветлее. То есть добиваюсь того цвета, который... Ну, не просто слепый цвет беру, а набираю. То есть оно будет такая вот естественная. Здесь девушка у нас явно с загаром. Скорее всего, с искусственным по оттенку. Значит, берем светлый оттенок. А потом берем средний цвет, который будет у нас использоваться на коже. Потом берем более темный цвет для средних теней, которые у нас есть. Вот такое. Видите, оно такое более желтоватое получается. И более темный цвет для глубоких теней. Вот здесь вот он по ножке идет. Прямо прям шоколадочка. А третий у нас будет вообще прям цвет капучино. Цветы в шоколадке вкусные. Светлый оттенок берем. Сейчас вот найду. На груди, на щеках вот его можно будет поймать. Средний цвет. Цвет для средних теней. И вот обратите внимание, что у девушек с темной кожей очень сильно сосредоточен темный цвет на коленках. И на шее вот здесь вот его видно. То есть он там у нее присутствует. Он прям должен быть такой откровенно шоколадный. Вот мы создали 4 гаммы. Теперь я сейчас создам из этих цветовых групп соответственно цветовые гаммы. И здесь можно будет сделать очень классную вещь. Мы прокрасим одну единственную девочку. А потом при помощи перекрашивания получим еще 3 другие. Такая волшебная штучка. Так, берем нашу с вами девчонку. Головы нам сейчас не нужны. И будем красить первую. Вариант номер 1. Так, для наглядности я сейчас вот эту девочку сюда скопирую. Смотрите. Вот моя девчонка. Со светлым цветом кожи. Это у нас либо цветотип, что называют зима, когда белоснежка, да, совсем-совсем светлая кожа, темные волосы. Либо это будут рыжие, но на рыжих еще потом сверху будут веснушки. У них тоже кожа очень прозрачная, очень легкая, с такими вот элементами, когда проступают вены. И за счет этого она даже смотрится немножко голубоватой. Есть такое. Но вот тут надо это понять. Значит, что мы можем сделать? Мы можем, например, все вместе выделить и закрасить основным цветом. Вот он у нас. Но тут надо понимать, что оно как бы не оно. Нам нужны дополнительные тени. Тени можно сделать двумя разными способами. Сейчас покажу сначала один, потом второй. Первый способ – это объектные тени, когда мы будем их рисовать, соответственно, объектными. И нужно их рисовать на каждом подвижном фрагменте. То есть если вот здесь у нас идет легкая тень, соответственно, мы ее будем рисовать. И она у нас будет соотноситься к нашей с вами руке. Здесь надо аккуратно все прорисовать, притом конструктивно относительно того, как они располагаются на теле. Видите, вот здесь пошло перекрытие, что сверху, что снизу. Соответственно, это пойдет у нас наверх. И по руке мы будем располагать еще одну тень. Сейчас я сразу перо вытащу, чтобы мне удобно с ним было работать. Соответственно, попала в оборную точку контура, поэтому у меня программа немножко возмутилась. Вот здесь у меня должна она пойти. И я не могу ее сделать единой. Если я ее сделаю единой, то после этого я не смогу двигать руками у девчонки. То есть они будут тогда неподвижны. А мне бы этого не хотелось. Здесь я применю второй цвет. Вот он, тенок. Вот таким образом. Делаем третью тень. Тоже по руке. Она вот здесь по краю идет у нас. Доходит сюда. В этом месте сейчас они собьются. Их будет не особо видно. Плюс будет формироваться локтевая вот эта вот ямочка. Можно сразу руки убрать контур. Смотрите. Она тогда будет смотреться мягче. Если тени будут очень грубые, то мы теням сможем придать дополнительный эффект прозрачности. И она тогда более мягко встанет. Сейчас я нарисую вот здесь вот длину. Я специально вытащила, чтобы четко у нее она попадала. С первой девочкой придется более долго повозиться. Для того, чтобы все сделать красиво. А потом остальные можно будет прям быстренько. Раз, 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 раз. То есть, по сути, здесь вы тратите время на прорисовку элементов, а потом просто их используете готовые. Так, вот сюда она пойдет. И вот сюда встанет эта тень. Использую только мои четыре цвета, мою гамму, которую я подобрала для нее. Цвет заливки нужен, цвет контура не нужен. Так, достаточно они получились яркие. И в связи с этим я сейчас им придам непрозрачность, чтобы они мягче вошли в основной фон. Руку вообще целиком сделаю другим оттенком, для того, чтобы она смотрелась более плотной. Вот так. И можем на нее поставить такое цветовое пятно более светлое, вот сюда. Вот так я тоже сейчас вынесла отдельный элемент. Вот вернусь сюда. Разрежем. Вот этот кусочек сюда вот так поставим. Сделаем его именно светлой тенью. То есть, как бы тень наоборот. Там мы темное на светлое наносили, а здесь светлое на темное. То есть, бликовая такая составляющая. То есть, на одну руку мы покрасили. Сейчас мы ее стублируем на вторую. Раз. У нас с вами две покрашенные руки. То есть, здесь что-то удобно, что вы можете делать одну. Вот, у меня тень не захватилась. Сейчас я тень захвачу. А потом просто раззеркаливать и получать симметричную красоту. Но это только в случае того, когда голос объект симметричный. Мы в данном случае рисуем девчонку симметричную. Соответственно, этот метод подходит. Если она будет у нас асимметричная, либо там нам нужно показать ярко выраженный свет, который светит на нее с одной стороны, тогда этот метод нам не подойдет. Если здесь у нас будет грудь, вот так. Можно уже переснимать глубину тени отсюда. Вторая тень пойдет сюда. Сохраняюсь в рамках тех элементов, которые у нас есть, чтобы оставить куколке возможность подвижности. В противном случае она у вас утратится. Вот так. Можно это раззеркалить. Если требуется, то немножко откорректировать. Здесь не боимся. У нас вот здесь получается ключица. Сюда идет еремная ямка. И вторая ключица. Обычно под ключицей немножечко тени она подключится чуть-чуть в свет. Вот такую штучку мы рочер можем оставить. Сделать ее только более светлой. Соответственно, при помощи эффекта непрозрачности мы этого можем добиться. Теперь сформировать более точно, что у нас здесь есть грудь. Еще раз пройтись тени. Притом мы можем наложить один на другой. Будет вот этот эффект многослойности, который в каких-то местах он будет более яркий, в каких-то он будет менее яркий. Это тоже своеобразный эффект, который мы можем сделать. То есть как мы с акварелью, например, общаемся, так вот и тут эти эффекты могут быть достигнуты. То есть вот тенями мы сформировали. Теперь мы можем цвет контура убрать вот здесь и вот здесь. Шею можно сразу делать более темным оттенком, потому что шея, она у нас находится, можно сказать, в тени под головой. Если очень ярко получается, то мы сейчас ее тогда с тенями сделаем. По шее нам нужно две тени с одной и с другой стороны. Соответственно, это вот так. То есть вот так, вот так и вот так. Сейчас мы ее расформируем и получим красивую тень. Вот таким образом ставим ее на место, получаем тень. Все вместе увозим на задний план. Лицо я сейчас трогать не буду, по той простой причине, что лицо нужно делать отдельно. То есть надо рисовать на нем. Девочку уже его делать. Так, с торса мы можем убрать контур. И вот здесь обозначить у нас с вами должен быть пук-пук. Вот таким образом. Если он очень яркий, то, соответственно, мы его делаем более блеклым. Теперь с ногами. С ногами та же самая история у нас. Нам нужна на нее красивая тень. Я сейчас ее продублирую. Вот такая тень. Сделаем ее более темную. Но при этом не забудем про эффект прозрачности, чтобы она не была слишком яркой. Видите, как хорошо встала. На икре. Здесь тоже самое. С одной стороны будет активная тень. Сейчас мы ее сделаем. Вот она с одной стороны теньюшка. И с другой стороны также поставим. Возможно, сейчас немножко руки поправим. Потому что мне очень понравилось, как получилось. Вот, поправим ее более теплой. И теперь ногу сильную сделаем с тенью. Чтобы прям был яркий такой красивый эффект. Сейчас удалим. Посмотрим, что у нас получается. Насколько это все гармонично смотрится. Берем цвет контура. Чтобы он нас не сбивал. Вот так. Соответственно, нужно поменять оттенок тени, чтобы было гармоничнее. Вот так. И более прозрачный. Да, так намного лучше. Сейчас поправлю здесь. Но использую, заметьте, только те четыре цвета, которые мы выбрали, для того, чтобы потом можно было их использовать в легкой перекраске. Тоже здесь убираем цвет контура. Ножку я сейчас дублирую сюда. Смотрите, получилось формирование такой коляной чашечки. Единственное, вот это место я бы его сейчас сократила, вот сюда бы не доводила. Мне очень оно мне нравится здесь. Сейчас я посмотрю. Вот эту часть, вот эту я бы убрала. Вот так. Соответственно, формируем по нашему вкусу, по нашему запросу. Так. Смотрим на девочку немножко. Сейчас все-таки лицо я условно дам ей тенюшку по лицу. Но лицо нужно прорисовывать отдельно. Так. С одной стороны. И с другой все то же самое. Ухо получилось не очень. Сейчас я ухо в контрухо оттуда в другую. С одной стороны. То есть лицо чем-то напоминает шарик, да? Соответственно, как у нас формируется шарик? Нужны нам тени. Вот я его приблизительно сделала. Еще раз говорю, лицо будем прорисовывать отдельно. Так. Просматриваем нашу девчонку. Можно добавить ей такие красивые тенюшки вот здесь по бокам. Тоненькие. Чтобы они формировали еще оттенок дополнительный. Так. И я их хочу сделать вот такими теплыми. Вот она красиво встала, с прозрачностью, с таким эффектом прям то, что надо. Перевожу ее на вторую сторону. То есть все делаю симметрично. Сделала с одной, перевожу на вторую сторону. Таким образом. Получаю. Блики у меня сами с собой, видите, сформировались. Вот это место мне не нравится. Очень острый угол. Соответственно, нужно поправить. Здесь. И здесь. Чтобы мы этого не видели. И вот эти углы тоже сейчас поправим, чтобы было ощущение, что линия исходит в видимую точку. Так вот. Здесь. И то же самое сделаю здесь. Так. Теперь смотрим все вместе. Целая фигурка хорошо встала. Вот эти линии надо сделать менее прозрачными. Точнее, наоборот, более прозрачными. И вот здесь прозрачности добавить, чтобы было помягче. Так. Перебор. Здесь тоже чуть-чуть мягче. Цвет один, а прозрачность я уже регулирую в зависимости от того, как получается. И хочу добавить еще тонкую линию по внутренней поверхности бедра. Потому что нога формировалась более цилиндрическим таким способом. более нежным цветом. Сейчас мы ее сделаем. Так она идет. Прям нежным-нежным, легким цветом она будет сформирована. вот так. Еще можно нежнее. Вот так хорошо. То есть сформировали животик, сформировали то, что у нас там есть грудь, здесь объем. Все хорошо видно, сохранили возможность для движения. Это один из вариантов, когда мы с вами формируем объем при помощи теней и таким вот плоскостным решением мы прорисовываем тени и их закрашиваем. это вариант номер 1. Еще один вариант. Сейчас я его покажу. Вот так мы собрали. уже вполне рабочая девочка. Можно на нее собирать одежду. Вариант номер 2. Видите, сколько у нас объектов получилось. Много. Сейчас я ее почищу от ненужных объектов. То есть у меня моя исходная девочка никуда не делась. Она вот на месте. Просто на нее поверх добавились объекты. Я сейчас удаляю. Потому что они мне будут не нужны за исключением попочной вот этой точки. Потому что попок все-таки добавим остального. Все лишнее я убираю. Получаю базовую девочку. Будем делать того же цветотипа. Пока стендерим. Выкрашиваем основу. Убираем цвет контура. Вот она у нас опять обнулилась. В адук в иллюстраторе с 2019 года появился новый градиент. Очень мне нравится. И вот именно мы сейчас и будем работать. Уходим из цвета контура. Контур мне нужен. И берем градиент. Вот он у меня добавился. Чем он так хорош? За что я его полюбила? вот смотрите. У меня никак ничем не залитый объект. Теперь я могу добавлять точки градиента. вот у меня есть две точки. Вот одна вот вторая. Например мы их оставим на груди и они у нас светлые. Вот сюда я добавлю точку более темного оттенка. Смотрите. Видите он автоматически у меня залился. Сюда добавлю точку одну вторую. вот сюда вниз могу добавить. У меня происходит формирование объема. За счет того, что цвет плавно между собой перетекает. Я могу увеличить влияние. И вот этот инструмент он прям позволяет делать очень красивые такие переходы. Более реалистичную такую картинку. Вот видите знакомая получилась. Теперь я могу его перенять и уже здесь его поправить. Какие-то точки если они не нужны я могу их удалить. Какие-то точки если они нужны могу их оставить. Здесь он полностью регулируется что очень-очень удобно. Можно изменить местами формировать тот объем который нужен. светлый блик могу перетащить куда мне надо. Вот таким образом получается очень красивая объемная картинка. Сейчас я залью покажу. Все элементы нам нужно таким образом поправить и получим очень красивый вариант. Если слишком темно убираем если слишком светло там оставляем. Здесь я сейчас прибегну к тому что уже прокрашенную руку сдублирую чтобы у меня градиент был симметричный. Вот у меня точка пупочная осталась но она почти не видно я ее сделаю поярче. Так и опять вхожу в настройку градиента здесь у меня внизу будет темная точка потому что то что у нас получается между ног оно всегда более темное то есть оно внутрь уходит а вот именно в зоне вот здесь животика оно должно быть посветлее а сюда мы дадим сейчас такой вот телесный оттенок основной вот видите получилось такое формирование точно так же сейчас сформируем ножки они будут формироваться похожим образом если чувствуете что там хватает не хватает может увеличивать добавлять количеством точек это здесь все очень удобно регулируется используя те же самые цвета мы получаем вообще совершенно другой эффект здесь у нас будет светлая сформируем в края убираем здесь тоже более темный оттенок вот вы видите и оно как бы даже между собой хорошо стыкует эти места когда у нас переход идет от основного торса соответственно к ноге можно добавить еще светлую точку сюда более темную вот она формируется формирую только из тех четырех цветов которые мы подобрали для этого цветотипа вот она не очень хорошо пересняла я еще потом дублирую мне не нравится что получилось такое пятно я думаю что нужно добавить цвет вот так дальше опять корректируем по необходимости и еще ножку теперь девочку эту ногу ей выбираем и подставляем осталось нам сделать шею сейчас попробую подобрать из того что у меня уже прокрашено как бы подходит мне это или нет если я понимаю что мне это не подходит то соответственно просто сейчас проработаю тот цвет который мне сюда лучше подойдет и лицо в принципе можно так оставить можно немножечко его подкорректировать по мере необходимости смотрите как у нас получается интересно формирование мне не нравятся очень светлые вот эти точки сейчас я их поправлю просто очень сильно высвечивают и не создают того эффекта который требуется здесь тоже сейчас поправим эту точку более темным и эту точку более темным они симметричные так ну вот хорошо я сейчас еще хочу добавить третий вариант чтобы было понимание того как это все смотрится возьму возьму вот такую девочку сделаю ее просто однотонной ну то есть без каких-либо эффектов чтобы было понимание что мы начали вот с такой однотонной и ее разными способами прокрасили если вы понимаете что какой-то цвет вам не очень нравится в моем случае так и произошло я могу открыть вот эту палитру и цвет сам цвет немножечко подкорректировать прям целиком весь цвет который применен на фигуре его подкорректировать сделать его немножко другим оттенком чтобы лучше попадало в то что мы рисуем да вот это вот прям очень удобная функция поэтому мне тоже не надо пренебрегать здесь видите как она меняется вот я поняла что меня очень устраивает я его видоизменила вот соответственно сделала подстройку получила более похожий на тот вариант от которого мы начинали конечно же этих девчонок еще и можно совместить что я имею ввиду то что мы с вами делали вариант с тенью можно ее сюда поверх этой девчонки шарахнуть и как бы тогда будет еще один вариант я этого делать сейчас не буду я считаю что вполне достаточно три варианта плоская с тенями и вот такая объемная на основе градиента тем более нам нужно покрасить еще двух красавиц сейчас делаю на них освобождаю место так вот она одна моя красотка сейчас здесь удалю чтобы было понятно от какой девочки мы толкаемся и почему именно так прокрашиваем потому что любой иллюстратор можно приблизить можно удалить то есть не нужно там напрягать глаза все в ваших руках вы можете это все сформировать и при том смотрите копирование то есть то что надо я то дублирую вот теперь я вот это все выбираю и перевожу в другую гамму вот таким образом вот она у меня стала более темная если я понимаю что мне тут что-то не нравится я могу вот эту девочку выбрать ее уже подкорректировать локально как вы понимаете это у меня займет совсем немного времени для того чтобы поправить то что меня не устраивает то есть здесь не надо ничего бояться сейчас вот эту девочку подкорректирую она такая у нас более смуглая более загорелая и наверное единственный минус который в этом есть каждый экран он по-своему все это показывает и то что вижу я я еще имею наглость сидеть в очках которые с фильтром желтоватым всех сняла специально чтобы лучше видеть вот поэтому это все надо поправить мне не нравятся вот эти темные точки по оттенку вот они вот мы получили с вами другой цвет смотрите сколько я потратила на это время да я потратила много времени на то что нарисовать исходную девочку но на дальнейшем девчонок я столько времени тратить уже не буду они у меня будут формироваться автоматически за некоторым исключением когда мне нужно будет внести некоторые корректировки чуть-чуть вот именно локально подкорректировать какой-то там один-два оттенка при том это все делается очень быстро и очень просто совершенно без вот такая она желтоватая как она и была в исходнике и сейчас мы сделаем нашу шоколадку ну вот шоколадкой как я и подразумевала сейчас будет некоторая необходимость поправить ее сейчас я ее в шоколадку опять покрашу вот и ай-яй-яй ну что-то сбилось у нее так сейчас мы ее сделаем шоколадкой вот от шоколадки немножко придется подольше подкорректировать потому что у девчонок которые светлая кожа у них определенным образом распределяется тень а здесь немножко по-другому идет распределение но не так сильно все принципиально так и вот тоже можно задать любой оттенок который нам нужен девочка более темная я не привыкла рисовать темнокожих девушек честно могу сказать я думаю что мы сейчас справимся с этой задачей ничего страшного не произойдет хороший эксперимент расширить свои возможности свои границы нарисовать что-то интересное новое вот уже неплохо получилось вот эту девчонку тоже сейчас перезалю другим оттенком чтобы она получилась вот она мне ассоциируется с капучино с таким классным поэтому здесь сейчас тоже проведем правки поправить нужно в основном цвет основы чтобы она стала такой кашаладной здесь тоже самое сейчас мы сделаем шоколад так вот этот рыжеватый оттенок уведем в более темный и более темный сделаем еще темнее каждый цвет поправим чтобы он соответствовал той идее которую мы туда вкладываем о работ хорошо пошло вот так отлично вот смотрите мы потратили достаточно много времени на то чтобы нарисовать одну девочку и прокрасить на ней тени но аккуратно это сделав проработав ее мы легко получаем разные цвета типы и вот за это я люблю вектор за то что имея одно слово вы с ним потом можете колдовать и рисовать так как вам нравится пробуйте эти варианты я вам показала сразу два способа распределения теней это когда мы рисуем объектами это подойдет для абсолютно любой версии и вот такой сложный градиент обычным градиентом это будет сделать достаточно проблематично для того чтобы создать такие объемные прикольные эффекты и при этом у них у всех сохраняется возможность движения мы можем их ставить любые позы на этом на сегодня все до скорых встреч не забывайте поставить лайк и подписаться на мой youtube канал пока пока